Этот праздник яркий, чтобы дарить вам лучшие подарки. Перед началом новогоднего шоу ребят поздравила директор управления образования Марина Коротченко. Она поблагодарила школьников и их родителей за успехи и достижения, пожелала учащимся удачи в предстоящих экзаменах. Пусть красок ярких вашу жизнь несет, раскрасив все вокруг и в будни тоже, и в школе жизнь, как в праздник расцветет, и будет целый год для вас хорошим. С наступающим Новым Годом! По сценарию программы «Виртуальный Новый Год» главный герой Артем был представлен любителям компьютерных игр. Все свое свободное время он проводил за компьютером, забывая поиграть на улице с друзьями. Перед праздниками он решил купить себе новую игру. Злобный вирус Троян решил воспользоваться моментом. Он заметил, что от елки идет какая-то энергия, которой люди заряжаются. Поэтому Троян настроился украсть новогоднее дерево и вместе с ним проникнуть в самое сердце компьютера – системную плату. Чтобы усыпить бдительность сестры Артема Жени, злодеи вместе со своей соратницей переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Скорее, скорее, хватайте елку и прячьте ее в компьютере! Героям сказки Артему и его сестре Жене пришлось войти вслед за Трояном в компьютерную систему и пройти несколько сложных уровней. В этом испытании им помогали мадам-клавиатура и компьютерная мышь, а также другие ожившие виртуальные персонажи. Благодаря помощи доктора Касперского ребятам удалось пройти первый уровень. Параллельно с событиями на сцене действие развивалось на компьютерном экране, словно герои и правда путешествовали в виртуальном мире. Яркие костюмы и талантливая игра актеров на сцене заворожили всех зрителей. Каждое происходящее сказочное событие сопровождалось забавными танцевальными номерами. На втором уровне героев сказки ожидало необычное испытание. Они должны были освободить княжну Барбару Радивил, которую стерегли злые черные рыцари. В благодарность за освобождение княжна вручила спасителям ключ от ворот Золотого Королевства замка системной платы. И, наконец, на третьем уровне Артем с друзьями должен был принять участие в танковом сражении. Победить вражеское войско Трояна главным героям помогли небезызвестные злые птички Angry Birds. Они отвлекли противников и сбили их с толку. Под предлогом оказания помощи раненым санитары-помощники Артема связали вирусов Трояна бинтами. А потому что огнестрельные раэли передаются воздушно-капельным путем. Когда ребята добрались до Золотой Королевы, главной системной платы, и уже планировали праздновать победу, Троян совершил очередное нападение. Хитрый злодей воспользовался идеей троянского коня, спрятав в него своих соратников. Конь был преподнесен королеве в виде подарка. И пока все радовались сюрпризу, Троян занял королевский трон. Но герои не сдавались. Помог справиться с армией вируса Артему и его друзьям Дед Мороз. Старым сказочным способом Троян и его соратники были усыплены песней. Вирусы отправились в ловушку, компьютер очистился, а виртуальное королевство Дед Мороз превратилось в снежное новогоднее царство. Раз, два, три, наша елочка горит! После представления все зрители и участники программы были приглашены на праздничную дискотеку вокруг елки в фойе. Своей темой нового года мы выбрали именно тематику виртуальный Новый год, где наглядно показали ребятам, как опасно сидеть большую часть своего времени за компьютером, что нужно играть на свежем воздухе, заниматься спортом, отдыхать и просто здорово проводить время. Именно тогда и наступит исполнение желаний, наступающего в 2017 году, с которым я вас всех и поздравляю. Я думаю, что эта тема очень полезная, и потому что дети не должны сидеть все время за компьютерами, они должны больше бывать на улице, на свежем воздухе, должны кататься на лыжах, уделять больше внимания спорту. Мне кажется, что в нашем городе это не грозит. В 2017-м желаю всем, чтобы успехов во всем, ученикам желаю успехов в учебе. Этот год для 9-11 классов очень важен, так как экзамены. Всем крепкого счастья, здоровья и огромной удачи. Представление очень понравилось, правда. Актеры играли очень хорошо, было очень весело. Прекрасные костюмы, предавали всю атмосферу Нового года, праздника. Хотим сказать огромное спасибо организаторам. Спасибо, что пригласили, дали такую возможность повеселиться. Так как пора сейчас к экзамену, выдался такой вечер, когда можно просто отдохнуть и порадоваться предстоящему празднику Нового года. Гунар Схилатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Держи, держи, держи!